Вы смотрите отзыв об отеле Нисаки Бич. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Ася М, который был в нем в 2012 году. Отдыхали в отеле с семьей в августе 2012 года. Отель. Расположен в очень красивом месте, окружен оливковыми и кипарисовыми рощами, удален от дороги и населенных пунктов. Очень хороший пляж, галечно-песочный. Правда, возле самого отеля камня очень крупный и вход в воду неудобный. Но если отойти чуть дальше, ближе к апартаментам и таверне понос, то там будет галька и песок. Вода чистая, есть рыбки, видели морских звезд и осьминога. Сам отель хороший, номер убирали чисто, каждый день меняли полотенце. Персонал приветливый и доброжелательный. Но по-русски практически никто не говорит. За исключением мальчиков-аниматоров, которые знают, может, десяток раз на русском. Питание хорошее, не такой большой выбор, как в пятерках, но все вкусно. Мы правда брали полупансион и даже пожалели, что не взяли только завтраки, поскольку греческие таврины, это потрясающе после обеда в них. На ужин в отель уже идешь не с таким оптимизмом. Мы прикормились в таверне понос. Очень вкусная еда. Милый персонал. Ребенок до сих пор вспоминает свою любимую официантку Василики. В среднем обед на троих у нас выходил в 35 евро. Но это с вином, соками, фруктами и мороженым. Кстати, частенько понос угощал ребенка мороженым бесплатно. Она с лимончелой. А теперь самое приятное. Для всех клиентов таверны понос бесплатный Wi-Fi и бесплатные лежаки и зонтики напротив таверны. А все лежаки у отеля платные. По поводу заселения. Все прошло быстро дали номер с фронтальным видом на море. Хотя брали боковой вид. И за это не доплачивали. На второй фотографии видно какие булыжники при входе в море. Но это только перед самими отелем. Неприятный участок примерно метров 50. У меня плохо с глазомером. А дальше мелкая галечка на всем пляже. Зато тут можно увидеть осьминогов, которые прячутся между этим камнями. Единственные два минуса отеля, на наш взгляд, это посуда со сколами. Хотя может быть это проблема всех четверок. Не знаю, в таком отеле были первый раз. И старые пляжные полотенца. Хотя у них есть и новые. Но их нам начали выдавать только, когда мы там примелькались. И еще совет. Полотенца лучше вечером не сдавать, так как с утра из начинают выдавать только около 10 и бывает даже позже. А поскольку мы на пляж выходили раньше, то нам это было неудобно. И про ось они там есть. Везде на острове, в отеле на террасе есть конечно не очень удобно. Они бьются кругом, но нас ни разу не укусили. А у поноса ставят миску с непонятным порошком, поджигают его и осы сразу улетают. И конечно отель подходит для тихого семейного отдыха. Выйти из отеля некуда. Такси вызвать тоже проблематично. Для молодежи рекомендуем уксос, роды, сидари, там точно скучно не будет. Из отеля пешочком можно дойти до Мисаки, но идти по дороге, где едут машины, конечно не очень приятно. Можно дождаться автобуса. Правда мы на них не ездили. В Мисаки на пляже есть очень хорошая таверна Митсос, тоже рекомендуем. Из детских развлечений ходили только на мини-диско. Ребенку очень нравилось. В мини-клубе проходили какие-то конкурсы и развлечения, потому что на мини-диско вечером некоторых детей поздравляли, показывали их поделки. Но точнее сказать не могу, потому что не ходили. Наша дочь только в море сидит. Сам остров великолепный. Обязательно надо брать машину и все самим объехать. Мы машину брали в Керкере. Нам ее подогнали к отелю в нужный день и оттуда же забрали, что очень удобно. До Керкера ехали на бесплатном автобусе от отеля, к сожалению, автобус из Керкера отправляется в 13 часов ровно, нам, конечно же, времени не хватило и мы остались там до вчера, в отель вернулись на такси за 40 долларов. Зато успели посмотреть все, такси на Корфу не дешевое. Из обязательных мест для посещения, это Полиокастрицеа. Фантастическое место. Надо зазаметить, что если ехать туда из Сидори, то перед самым подъездом в Полиокастрицее, где-то в районе Макродес, прямо на дороге бабушку продает вкуснейшее вино и оливковое масло по 3 евро бутылка, лавровый лист, розмарин. Как мы пожалели, что взяли всего по бутылке вина и масло. Керкера. Церковь СВ. Спиридона. Многочисленные бухточки Корфу. Как многие уже писали, север острова более живописен, чем юг. В Полиокастрицее можно взять лодку и поехать на Парадизо Бич. Очень красивый пляж, почти нет народа, в отличие от пляжей в самой Полиокастрицее. Кроме машины, мы брали в прокате моторную лодку. Если идти от отеля по тропинке налево, то выйдите к Агни Бич, там есть прокат лодок. Стоимость от 80 евро до 120 градусов утра и до 18 часов 30 минут плюс бензин. За него с нас взяли 50 евро. Наверняка окучили нас по полной, но мы не сильно сопротивлялись, поскольку получили море удовольствия от прогулки. Ездить можно от Дасси до Кассиопи, останавливались в разных бухточках, купались, ловили рыбу, очень хорошо провели время. Кстати, по-русски ребята в прокате не говорят, так что без английского никак. Бухта Агни. Из экскурсий брали только круиз на острово Паксос и Антипаксос. Все понравилось. На Паксосе рекомендуем посетить таверну Василис и обойти стороной все туристические кафешки на набережной. Это таверна, куда ходят местные, хорошие цены и вкуснейшая еда. Как, впрочем, и везде на Корфу, но там было особенно вкусно. А познавательный знак, для тех, кто захочет отыскать эту таверну, столики стоят на узкой улочке между двумя домами. И в целом, впечатления от отдыха самые лучшие, это остров, на который хочется вернуться. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok